ребята все привет перед началом видео я вам прям одну минуту объясню что вообще происходит там будет вообще угарное видео обязательно смотрите до конца тетка на меня напала начала бегать за мной по подъезду короче узнавать где я живу следить за мной там вообще короче просто трэш я там почти ничего не говорю я просто вежливо и отвечаю задаю вопросы наводящиеся она от этого бесятся вообще ну там увидите надо смотреть я вам расскажу просто предысторию короткую прям за минуту чтобы вы поняли о чем вообще речь у меня стоит машина во дворе она не заводится залил херовый короче бензин в казахстане и она отказалась заводиться но естественно сначала я это не понял пока думал что свечи там бронепровода то все аккумулятор сел там тыры-пыры-растопыры время шло машина стоит и опять семь дней она горит вот ты такой секой здесь машину оставил подходит ко мне с наглым лицом когда я ковыряюсь машине и говорит машину отсюда убирай а сначала без какого ты подъезда игру с какой целью интересуетесь она начала уже злиться потом с какой-то квартиры с какой целью вы интересуетесь я вас не знаю вы на улице подошли не обязан вам ничего рассказывать потом она горит я старшая по дому тыры-пыры-растопыры 20 минут горит чтобы машин не было начал вызываю эвакуатор я говорю ну вызывайте гаи эвакуатор на каком основании это просто в итоге слово за я не хамил ничего вообще ни в коем случае она ушла хотя она ставит также принципе на буквально соседнее место там же она не горшими права что графе вставлю где стоит моя машина вот стоит ее машина все примерно в одном месте она якобы приходит разгружает уезжает а мне нельзя ставить ну короче типичная ситуация мне можно тебе нельзя ты никто и она ждала что я просто начну на коленях перед ней извиняться или что-то там делать неважно кто подошел женщина мужчина просто мне без разницы было кому с кем разговаривать она сама тем более ко мне подошла я за ней не бегал потом прошло какое-то время я по подъезду начал подниматься домой я живу на 6 этаже она со второго этажа прикиньте побежала за мной горит такая сейчас мы узнаем где ты живешь и побежала просто тупая за мной где я живу а я просто пришел на свой этаж и не стал заходить в квартиру и вот после этого смотрите я сейчас включаю камеру как она себя вела а вот у меня караульте да я преследую тебя а я сейчас я поймаю изнасилую да а у меня взвести сможете причем тут это ты мог адекватно ответить зачем издеваться и приказ ты знаешь что ты шестого этажа я уже все знаю с какой-то хочу спрашивать меня не обязательно хорошо пожалуйста вообще-то я жду извинений за страны то что вы мне хамили а как я вам все не просто так а как я вам хамил и вот и человек где воспитывались нет интересно вот я не верю что в россии все такие как вы такая он как хамил вы же не ответили вот так хранил во первых у меня не ответили с какого подъезда начали надо смеяться улыбаться и уходить у меня хорошее настроение я не пойму что это так трудно ответить с какого вы квартиры что ли так если я всем буду говорить в смысле вы же видите что я здесь живу что я приехал к всему подъезду что у меня сумма полная машина нет я не видел паспорт и прописку не показывали чтобы я знал а что я должна вам показывать не этого мне ничего не должны я вас обыкновенно спросила нормально только я обыкновенно ответил с какой целью интересуются каким образом как я на двумя еще раз ты будешь до конца надо начался издеваться что ли как я на двумя издеваюсь или нет вы ему который тебе сдает квартиру позвонить чтобы он тебя выселил нет вы мне скажите ты хочешь чтобы я это сделала что ли не пойму но по этикету же неправильно вопросы на вопрос отвечать вы ответите на мои что я тебе задала вопрос вы здесь живете вы начали мне задавать кучу вопросов на которые я вам ответил а зачем вы кричите что я почему я тебя об этом спрашиваю я тебе сделала полный расклад ты сейчас до сих пор стоишь и из меня делаешь дурочку а зачем вы кричите я не пойму так удобно я слышал весь подъезд какой ты вообще человек так можешь в каждую квартиру позвонить открыть чтобы они слышали так то больше аудитории будет может собрание собрание это что смешно я не пойму да нет у меня настроение просто хорошее улыбаюсь у тебя не настроение хорошее ты издеваешься таким образом каким вот таким образом что я вам лично сделал что вы за мной ходите караулить у него подъезды я за тобой не шла я шла отогнать машину забрать оттуда оставшиеся сумки вы кричите потому что вы не уверены в себе я уверена в себе просто ты меня доводишь до такого состояния тем что ты не отвечаешь на мои вопросы а говоришь что это я не отвечаю на твои вопросы я тебе ответил абсолютно на все твои вопросы даже парень который был с тобой он извинился а ты нет ну я за него не могу отвечать я его знаю два часа этого парня я могу ответить за себя потому что он нормально воспитанный молодой человек вы можете к нему пойти у вас какое-то буйство что случается у вас какое-то буйство происходит они меня не пустят я хочу понять на каком основании ты так себя ведешь в Парламске а как я себя веду тебе никто ничего не сделал тебя попросили просто поставить в заборочку так я же сказал ты начал издеваться надо мной ты чего за мной издеваешься так я же сказал машина не заводится ты меня почему должен отвечать с какой квартиры скажите пожалуйста вы не знаете с какой квартиры вот здравствуйте 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 меня подошли. Заметили это? А я заметила, что я к тебе подошла, но интересовалась, в какой ты квартире. С какого ты вообще где живешь? Зря вы ко мне подошли, испортили только себе настроение. Почему я не должна к тебе подойти и спросить, а где ты живешь? Ну, я же не хожу, не спрашиваю у всех, где они живут. Ты что, сейчас издеваешься надо мной, что ли? Нет. Почему? У вас, может, хобби узнавать, кто где живет, я же не знал. Да, это мое хобби, потому что я здесь отвечаю за этот дом. Ну, нет. Ну, просто я хотел спросить, с какой целью. Вы сказали, вы председатель. Я сказал, с какой целью. Сдержку ты убрал. Потом ты сказал, мы же тут все председатели. Ты с кем разговариваешь? Я позвоню у Марии, а она с тобой не разговаривала. Разговаривала, с председателем. Скажите, пожалуйста, это не ваш человек? Это не ваш сосед? Он с вами живет? Нет. Здравствуйте, здравствуйте. Ваш сосед, да? Я не знаю. Да вы что к человеку пристали? Он отдыхает. Что вы всем названиваете? Здрасте, здрасте. Вы его не видели раньше? Я просто вас спрашиваю, да? Просто тетенька ищет, просто кто где живет. Не знаю, хобби у нее такое, наверное, не знаю. Я его не знаю. Просто мне делать нечего, может быть, я не знаю точно. Не могу утверждать. Да вы не кричите. Да я вас прекрасно слышал. Хоть с 98-го, какая разница? Я с тобой нормально разговаривала. Ты меня довел до такого состояния. Да какого? Да я не пойму, ты кто такой? Да какой правый меч там с людьми разговаривать, хамить? Так это вы же меня ловите. Я тебе просто спросила, ты где живешь? А как я вам хамил? Вы даже не сказали, как я вам хамил. В каком ухе у меня жужжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Я пойду тебя спросила. Так, так же как... Значит, мне врать, чтобы тебе подходит. Кто-то у тебя что-то спрашивал. Зачем? Зачем так себя вести? Как уму лишённые все вокруг тебя. Не, вы можете считать мимо уму лишённым. Это ваше право. Это не у вас знакомый. Вы просто людям беспокойство доставляете. Зачем вы... Он нас снимает, полу. Да, он нас снимает. Не, я не вас снимаю, я женщину снимаю. Вот, меня снимают. Что, есть разрешение? Если ты куда-нибудь ролик это выложишь, я подам на тебя в суд. Хорошо. Потому что мне не свидетель, у меня есть маленький сын, как ты с вами бомбируешь. Не, я не против. Я не против. Пожалуйста. Вы можете подать суть, но я не против. Вы же просто меня преследуете в подъезде, и ищите, где я живу. Я не преследую, я живу в этом подъезде. Так вы меня встретили, на лестничной клетке только встретили, побежали за мной. Я тебе говорю, пошли покажешь, где живешь в такой квартире. Ну вот, ну вы меня преследуете. А если да... Я имею право знать, где ты живёшь в такой квартире. Почему? Вы меня преследуете, я защищаюсь и снимаю на камеру. Потому что вы преследуете и хотите узнать, где я живу. Я хочу узнать, с какой ты квартирой. А с какой целью вы интересуетесь? Я хочу позвонить хозяйке. Зачем? Этой квартиры. Для какой цели? Сказать, что квартиранты хамы. И заодно уточнить, есть ли вы... Но я же не хам. Но я же не хам. Как не хам, если ты мне нахамил? Как я вам нахамил, скажите, пожалуйста. Я даже сейчас с вами вежливо разговариваю. Да ты сейчас не вежливо разговариваешь, ты издеваешься. Ты сейчас, вот молодой человек, вышел, ты сейчас лицом сделал попроще. До этого ты стоял в сухмылке и улыбался. Но у меня хорошее настроение. И ты мне задавал корыстные вопросы. Нет, я просто наводящие задавал. Наводящие, которые ты мне ни на один, ни на один. Это не корыстные вопросы, это наводящие. То есть я должна была тебе ответить на все твои вопросы, а ты можешь мне на них не отвечать, а просто ржать надо мной, стоять дальше, еще снимать меня. Ну начнем с того, что вы ко мне подошли, а не я к вам. Начнем с того, что я к тебе подошла с элементарным вопросом. Вы где живете? Вы почему здесь поставили машину? Ну захотел поставил. Место было только там. Вот мне не хотело узнать, на каком основании вы поставили здесь. Вы живете здесь? Чтобы ставить машину, мне не надо где-то жить. Нет, мне не нужна абсолютно. Спасибо. Извините. У вас еще какие-то есть вопросы? Я хотела, чтобы ты извинился. Вот и все. Почему? Все, что мне от тебя нужно, потому что ты мне нахомил. Как я... Как я... Я... Я сошла с ума. Какая досада. Он нахомил, вы же не сказали как. Ты что сейчас издеваешься? Не, ну вам кажется... Ты что, ты начал до мной издеваться, что ли? Не, ну вам кажется, что я нахомил? Ты молодой человек, здоровый, мне очень жаль твоих родителей. Ты очень... А мои родители умерли. Мои родители умерли. У меня нет родителей. И бабушка у меня умерла. Я сожалею. Но я вам не верю, потому что был уже... Мугун, был уже с самого первого момента, когда я к вам подошла, задала вам вопрос. Вы сказали, что вам уже подходил председатель. Ну да, женщина подходила. Мне тоже к вам вообще не подходило. Подходила женщина, представилась председателем. Она не председатель, который к вам подходил. А может и вы не председатель. А может и вы не председатель. Вы же не предоставили документы. Я сказал, покажите, вы просто ушли. Вы не сказали, покажите. Я говорю, вам показали документы. Вы сказали, мне ничего не надо показывать. Ну, можете сейчас показать, на камеру как раз. Зачем мне на камеру? Вообще, на камеру вы не имеете права снимать без моего разрешения? Я вас не имею. Нет такого закона. Вы меня преследуете. Вы бегаете по подъезду, ищите, где я живу. Я живу в этом подъезде, молодой человек. Ну, хорошо, я здесь живу. Меня узнает каждая собака. Ну, теперь я вас тоже прекрасно узнал. Нет, вы меня еще не знаете. Вы меня еще не знаете. Но вы мне хотите что-то нагадить, испортить, узнать. Я вам нагадить ничего не хочу. Нажаловаться хотите. Я хочу просто, чтобы вы изменили за свое поведение. Вы хотите вызвать ГАИ, устроить у нее проблемы. Если вы не в положенном месте поставили машину. Ну, как и вы только что. Я иду за сумками, чтобы потом машину перестать. Я вам сказала в самом начале. Посмотрите свое видео. Нет, фотографии, видео снял уже, как ваша машина стоит. Я тоже вставлю в этот ролик. Точно так же. Я приехала с сумками. У меня всегда видят соседи. А мне, я же, у меня нет к вам претензий. Вы что хотите, то и делаете. Я же за вами не бегаю. Это вы же за нами. Я живую жизнь. Да, пожалуйста. Но я же за вами не бегаю. Это вам же от меня что-то надо. Вы меня ловите по подъезду. Я вас не ловлю по подъезду. Я хотела выяснить, с какой мы квартиры. Зачем? Вы мне нужны. Вы мне конкретно не нужны. Вы хотите мне причинить вред? Я уже не ловлю себя, чтобы вы камни. Вы кричите, вы не уверены себя, вы нервничаете, ищите меня. А вы что, меня караулите? Да, я преследую тебя. А я. Сейчас тебя поймаю и изнасилую. Да? Да. Да тут по подъезду с ума сходите, я не знаю. Вы нормальные вообще, нет? Ну, в целом, да. У вас... Вы... А, я поняла. Вы психически ненормальные. Поэтому вы сбежали из России. Не, вы можете так считать. Это ваше право. Это мое право. Так я нормально. Я могу считать таким, потому что вы неадекватные вообще. Ну, это ваше право. Полное право. Вы себя ведете, как будто вы депутаты. Просто, пожалуйста, перестаньте бегать за мной, искать меня. Я за вами не бегаю. Я живу в этом доме, в этом подъезде. Дышали этажом над вами, блядь. А зачем вы снизу побежали наверх за мной тогда? Я хотела бы смотреть, в каком квартире вы живете. Зачем? Для чего? Чтобы нажаловаться, и что, меня выгнали отсюда? Чтобы я позвонила хозяйке и проверила, есть ли у нее долги, так как она сдает квартиру. Нет, нету долгов. Официально? Вы уверены? А я оплачиваю ЖКХ, долгов нет. Это не ЖКХ. А какие? Вы кому оплачиваете ЖКХ? Кому вы оплачиваете ЖКХ? Они скажут, вы знаете, я живу бутиками на стуке. Нет, расскажите, кому вы оплачиваете ЖКХ? Я через Каспий по QR-коду. Как QR-код? Ну, давай, покажи. Вот это мне очень интересно. Наш рынок патологический лжец. Почему? А люди, когда лгут, это как раз люди в себе неуверенные лгут. Люди, которые не признают правду. Нет, нет, просто вы мне настроение поднимаете. Я вас снимаю. Скоро я выложу. А зачем вы меня снимаете? Чтобы просмотры. У меня ютуб-канал есть. Я выложу, получу просмотры, получу монетизацию, деньги и все. Это же здорово. Здорово. Вы посмотрите все со стороны. Вы еще не учим зарабатывать, да? Не научился. Не, я пытаюсь, не, я еще отдам даром, вещи забираю, по мусоркам еще лазю. Заметно, что ты просто... Не, у меня много идей, бизнес-идей вообще. Как бы... Не, я стараюсь везде заработать. Машину так и не убрал, да? А она не завелась, к сожалению. Ну, все, тогда, хорошо. Я все равно сейчас позвоню всех из его квартир, не переживаю. Ну, если у вас столько свободного времени, ради бога. У меня свободного времени куча. Я их заметил. Я заметил, я заметил. Я все-таки председатель. Хорошо. Поэтому я к любому выживаю. Ну, у вас уже... Вы третий председатель, который ко мне подходит уже. Вы давайте не грите мне. Не, одна подходила. Я уже написала в общий чат, чат, вас никто не знает. Ну, ладно, хорошо, хоть вы... Вы сказали, что вы живете на шестом этаже, что вы квартирант. И машина у вас не забудет, уже стоит в самом... Ну, вы почти как Шерлот Холмс. Нет, кстати, на вас. Не я сама к вам подошла. Я просто вас увидела, к вам подошла. А жалуются на вас соседи. Ну, хорошо. И этот, вот, вы тоже сломали. Я тоже сейчас напишу. Кого я сломал? Лифт. А я уже лифт сломал? Да. А я еще и лифт сломал. Ну, ладно. Тетенька ушла. Я ухожу к себе домой. Сейчас посмотрю, она не следит за мной. Вроде ушла. Ну, все. Иду домой. Вот мои печенки. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.